Здравствуйте, я Питер Цукахира, и на этом занятии мы с вами рассмотрим вопрос, что такое Царство Божье? Царство Божье – место Его власти, то место, где и когда Бог реально правит как Царь. Если вы соделали Ешуа, Сына Божьего, повелителем Своего сердца, если Он сидит на троне вашего сердца и властвует над вашими мечтами, вашими амбициями, вашими надеждами, вашими тайными желаниями, в таком случае вы можете сказать, что Царство Божье внутри меня. Если Ешуа на самом деле обладает решающим словом в вашей семье, в вашем бизнесе, в вашем служении, если Он на самом деле правитель там, тогда вы вправе сказать, что ваша семья, ваш бизнес и ваше служение являются собой Царство Божье. Ну, а когда Ешуа вернется на землю и будет править, как Библия предсказывает это, тогда мы сможем утверждать, что Царство Божье пришло на землю во всей своей полноте. С этой точки зрения Царство Божье представляет собой и то, что уже наступило, и то, что еще грядет. Это внутренняя духовная реальность и нечто, что грядет в будущем, нечто, что также способно изменить всю нашу окружающую действительность. Сейчас Бог правит Царством как суверенный, великий, небесный монарх, но Он также, в соответствии с Библией, управляет Своим творением и вблизи, лицом к лицу, лично. Я бы хотел на примере показать разницу между этими двумя глаголами «царствовать» и «править». В Великобритании есть королева, и она царствует в качестве британского монарха. Она пользуется любовью и уважением и считается главой своей нации. Она царствует в Британии, но не правит ею. Кто правит Британией? В общем-то, премьер-министр и его правительство. Премьер-министру и его правительству делегирована власть и ответственность принимать законы и внедрять их в обществе. Они правят, но королева царствует. В Божьем Царстве Он и царствует, и правит. Он не является неким далеким, оторванным от подданных суверенам. Он непосредственно управляет Своим Царством. Те из нас, кто когда-либо занимал положение, связанное со властью и ответственностью, знают, что должны управлять другими людьми посредством принятия решений. Мы также знаем, что выбирая для некого задания определенного поручения одного подчиненного, мы отвергаем автоматически остальных. Один из элементов нашей ответственности на руководящей должности – это постоянно сталкиваться с чувством отверженности, которое будет возникать у других людей вокруг. Но также мы осознаем, что эти решения о выборе определенных людей неизбежны, и они будут одними из самых важных наших решений. Если вы глава департамента компаний, если вы исполнительный директор подразделения корпорации, если вы отец или мать растущей семьи, вам известно, что придется принимать решения, которые повлияют на жизни других людей. И вам также известно, что если вы поставите правильных людей на правильное место и сделаете это в правильное время, без разницы, над чем именно вы работаете, велика вероятность того, что, скорее всего, одержите победу. Но если по причине вашего неверного выбора были поставлены не те люди не в то место или в неправильное время, без разницы, над чем именно вы работаете, скорее всего, вас постигнет поражение. Таким образом обстоят дела и в Божьем Царстве. Он принимает решения, и избрание им того или иного человека – одно из наиболее важных решений, принимаемых Богом в отношении Его Царства. Библия – это запись Божьего выбора, в частности того, как Бог избирал определенных людей и каков был ответ этих людей на призыв Божий. Как известно, Бог не оказывался в неправоте. Он не допускал ошибок или запозданий в отношении своего выбора, однако ответ человека на Божий выбор далеко не всегда оказывался позитивным. В книге «Бытие» 4 главе мы видим историю Каина и Авеля. На самом деле, это первые молодые люди в Библии. В соответствии с тем, что написано в книге «Бытие», они оба принесли свои дары Богу, и по какой-то причине Бог сказал Авелю, «Твое приношение хорошее, и оно принимается». «Но Каину, брату Авеля, твое приношение нехорошее, я отвергаю его». Итак, после того, как это произошло, у Каина было несколько вариантов, как поступить. Его приношение было отвергнуто, его жертва не была принята Богом, так что он мог прийти к своему брату Авелю и сказать, «Послушай, Авель, почему бы тебе мне не помочь в этом деле? По какой-то причине Бог не принял мое приношение, но Он принял твое приношение. Почему бы нам не работать вместе? Ты поделишься со мной, а я с тобой, и в следующий раз, когда придем к Богу с дарами, мы принесем Ему наше общее приношение». Конечно же, такой вариант действий мог бы быть выбран, но Библия говорит нам, что Каин решил пойти другим путем. Он решил убить своего брата, и таким образом у Бога осталось лишь одно его приношение. Это было первое убийство в Библии. Библия наполнена историями Божьего избрания людей. Вот еще одна. Она дальше в книге Бытия, в главе 37. На самом деле, эта история столь важна, что ей, по сути, посвящена вся первая треть нашей с вами Библии. Это история Иосифа. Итак, Иосиф был одним из двенадцати сыновей Иакова, внуком Авраама, друга Божьего. «Каждому из двенадцати сыновей Иакова предстояла честь возглавить племена Израиля, так как имя Иакова было изменено на Израиль». Но среди всех этих двенадцати сыновей, один был избран Богом для особого, выдающегося положения. Он был любим своим отцом, потому как являлся первенцем от женщины, которую Иаков действительно любил. И Иаков явил свое расположение Иосифу, подарив ему разноцветные одежды. Позже у Иосифа были сны от Бога, сны о величии. В своих снах он видел братьев, преклоняющихся пред Ним и чтущих Его, как Спасителя. А позже у него был и еще один сон, в котором он видел, как отец и мать, и братья преклоняются пред Ним. Он становился как Бог для своей семьи. Он рассказал этот сон своим братьям. Полагаю, мы сочли бы такой поступок не сильно мудрым, но давайте помнить, что они жили не в каком-то большом городе, и там было не так уж и много людей, с кем мог бы Иосиф поделиться увиденным. Они были кочевыми скотоводами в пустыне. Ну и к тому же, я думаю, Иосиф был тогда еще слишком юн, он был подростком, и старшие братья ему казались героями. Возможно, он был готов отдать все ради их уважения и принятия. Вероятно, он полагал, что, рассказав это, сможет обрести больше уважения и любовь от них. Но, разумеется, результат был диаметрально противоположным. Они и так уже были достаточно возмущены из-за разноцветных одежд и проявлений отцовского благоволения к нему. Теперь же их ненависть стала еще большей, и они задумали его убить. В конце концов, они решили не убивать его, а продать, как раба в Египет, великую империю тех дней, в надежде, что больше никогда его не увидят. Так, практически за одну ночь наиболее привилегированный сын избранной семьи становится изгоем в чужой стране. Он становится пленником и рабом, а после того, как жена его, египетского хозяина, выдвигает против него ложные обвинения, он еще становится и заключенным в египетской тюрьме с пожизненным сроком. Библия говорит, что он был там долгое время. Когда его продали братья в рабство, ему было 17. Когда же он пристал пред фараоном и верно истолковал фараону его сон, прошло уже 13 лет, ему было 30. Конечно же, в течение этих 13 лет Иосиф претерпел многие перемены, но когда он пристал пред троном и истолковал верно фараону сон, то был поднят до уровня премьер-министра Египта, величайшей империи тех дней. И вот позже, когда голод пришел в землю Хананскую, его братья спустились в поисках пищи, и семья смогла выжить. Иосиф предложил им место в Египте. Теперь, когда Иосиф открылся братьям своим, они пришли в ужас, осознав, что у Иосифа есть власть, власть над их собственной жизнью и смертью. Конечно, думали они, он захочет отомстить нам за то, что мы сделали с ним. Но, как мы видим в книге Бытие, Иосиф говорит им нечто удивительное. Он говорит своим братьям, «Я не хочу гневаться на вас за то, что вы сотворили со мной, потому как не вы меня послали в Египет, но сам Господь». Вы можете видеть, как за эти долгие годы плена Иосиф боролся со многими трудностями, но эта борьба в конечном итоге приводит его в то место, где он ясно распознает избрание Божье в своей собственной жизни. Он был готов примириться с этим избранием и даже полностью принять это избрание, результатом которого стало спасение всей его семьи. Так оно происходит и в Царстве Божьем. Бог производит свое избрание по отношению к каждому человеку, и для нас жизненно важно преподчинить себя этому Божьему выбору, полностью принять его для себя, особенно когда Божье избрание касается других людей. Если мы способны найти благодать и силу от Его Духа для того, чтобы принять избрание Божье, когда они касаются других людей, особенно когда Бог их избирает к тому, что мы сами страстно любим, или для какой-либо должности, которая, на наш взгляд, мы больше соответствуем, тогда вскоре перст Божьего призвания укажет и на тебя, и на меня. И Бог скажет, «Я избрал тебя для особого задания. Вот моя цель для твоей жизни. И я рассчитываю, что все прочие вокруг преподчинят себя и примут это мое избрание тебя». Вот как происходит это в Царстве Божьем. Он устрояет порядок в беспорядке, извлекая доброе из злого. Изменяет сложившуюся ситуацию кардинально, как это было в жизни Иосифа. Все то, что люди могут планировать злого, Бог в своей мудрости и в своем могуществе способен обратить в добро, если мы покоримся Его избранием других людей и Его избранием нас самих в Его Царстве. Давайте подведем итоги. Царство Божье – это то место, та область, в которой распространяется Божье правление. Бог царствует и правит в Своем Царстве и Царство Божье, где бы то ни было и когда бы то ни было, если там воистину царит и правит Он, как Царь. Оно может быть в наших сердцах, как часть сокровенной духовной реальности. Оно может быть в наших семьях, на нашей работе, в нашем служении, в нашем окружении, и, конечно же, оно грядет в будущем, когда Иешуа вернется на эту землю, дабы править всеми народами. Царство Божье и уже существует, и еще грядет. Бог управляет миром посредством определенных решений, и одним из наиболее важных Его решений было решение о избрании Израиля как примера для остальных народов. Давайте стремиться к тому, чтобы распознать Его избрание, принять его так, чтобы благодаря этому примеру Божьи цели были бы явлены через Его избрание всем народам мира.